Продолжение следует... Продолжение следует... Металлический предмет, который был похож на снаряд. Несмотря на то, что врачи и медсестры рискуют своими жизнями, их действия точны и выверены, как и всегда. Первым делом мы идем спасать жизнь пациента. Когда мы нашли этот предмет, такого страха не было. Была обычная работа, наша работа. Возможно, снаряд, который извлекают хирурги, тоже станет экспонатом военно-медицинского музея. Как тот, что держит в руках военный хирург Иван Косачев. Мне несколько необычно брать этот экспонат в белых перчатках. Дело все в том, что вначале это была часть мины грязная, с копотью, с грязью и с кровью. Этот снаряд Иван Данилович извлек из тела раненого солдата в 1985 году в Афганистане. Какое-то неосторожное движение, мог быть, был взрыв. Тогда бы вот этот снаряд разлетелся в клочья. Медицинские фельдшера, которые его несли на носилках, они бы тоже либо тяжело ранены были, либо убиты. Осложняло ситуацию отсутствие в госпитале бронежилетов. Дожидаться, пока их найдут и привезут, времени не было. На ногу бойца после ранения наложили жгут, и его необходимо было срочно снять, иначе молодой человек лишился бы конечности. Сверху было взрывное устройство. Я взял за эту часть и попросил помощника, чтобы он крепко держал ногу. И вот я медленно стал вытаскивать. Ну, это длилось примерно 5-7 минут. И когда я его вытащил, уже были готовы минеры, которым я... они подошли поближе, и я им передал из рук в руки эту мину. Они пошли ее обезвреживать. Тогда в полевых условиях военный хирург Косачев сделал невозможное. Снял жгут, вытащил из раны снаряд, установил искусственный сосуд и спас ногу. И все это без бронежилета. А после поставил в известность о произошедшем руководство, чтобы коллегам, которые столкнутся с такими же опасными ранениями, не приходилось рисковать жизнью. После того, как командующий об этом доложил, буквально через неделю во всех госпиталях были бронежилеты. А снаряд, как и другие предметы, извлеченные Иваном Даниловичем в ходе операций, теперь стал экспонатом военно-медицинского музея и является наглядным пособием для тех, кто решил выбрать для себя профессию медика и готовится спасать жизни. Когда я очередной раз пришел в музей, я как хирург, педагог понял, что это важно, чтобы это был экспонат, и его видели не только я и мои друзья, а видели и другие. Если ты любви не имеешь, жертвенной, которую нам явил Христос, значит, ты не сможешь лечить. Прежде всего, с любви к пациенту начинается лечение. Гиппократ, которого именуют отцом медицины, называл ее благороднейшим из искусств. Он же говорил, хочешь быть настоящим хирургом, следуй за войском. В нашей стране есть настоящий храм истории медицины или, как говорят о нем сотрудники, самый гуманный музей. Военно-медицинский музей за время существования решил государственные задачи. Музей прошлого и настоящего нашей медицины, место, без которого невозможно ее будущее. Прежде всего, мы рассказываем о человеке, о медицине, о спасении. Наша задача продолжать дело наших отцов-дедов, нести доброе, вечное в массы. За каждым экспонатом военно-медицинского музея опыт поколений и своя история о силе, мужестве, самоотверженности. О людях, для которых нет невозможного, когда речь идет о высшей ценности – жизни человека. Это показывает для посетителей, что на войне бывает опасно. И опасно бывает не только для солдат, но и для врачей, и медицинских систем, ради медицинского персонала. Медицинский эрмитаж, музей медицины России и военно-медицинской службы – это уникальная база научной информации и бесценного опыта, который накапливался веками. Музей – это научное учреждение. Фонды, которые хранит военно-медицинский музей, насчитывают порядка полумиллиона экспонатов, огромное количество персональной, письменной и фототека отдельная. И это огромный пласт истории нашей страны, который важно изучать, дополнять новыми сведениями и рассказывать об этом. Решение о создании музея было принято в Москве в ноябре 1942 года. Перед ним тогда ставились колоссальные задачи. Это уникальное явление в нашей жизни. Казалось бы, только произошла битва под Москвой. Немец отброшен. Но вопрос на Волге, Ульская дуга – это все впереди. И вот в это время принимается решение создать военно-медицинский музей. Ну, как обычно, военная организация имеет две задачи. Одну явную, вторую – основную, ну, покрытую определенной тайной. Государство перед военной медициной поставило задачу восполнение человеческих ресурсов государства. Начало войны, миллионные потери, где было взять готового солдата-матроса, только вылечив раненого или больного и поставив его в строй. Сейчас музей находится в Санкт-Петербурге, в историческом центре города. Он располагается в Семеновской Слободе, в корпусах одного из лучших лечебных учреждений 19 века, бывшего Семеновского Александровского военного госпиталя Лейбгвардии Семеновского полка. Семеновский полк имел духовный центр, Феденский собор Лейбгвардии Семеновского полка. И вот коллектив этого музея, военно-медицинского музея, понимает, что очень важно сохранить дух, возродить собор как религиозное учреждение, как храм, молитвы. И коллектив озабоченный этим, озадаченный этим важным делом сохранения памяти материальной, духовной, культурной, они решили воссоздать здесь, в музее, как бы тень, как бы ту крупицу Веденского собора, часовню Веденскую, которая явилась бы памятью, напоминанием о том, что здесь был собор. А руководит музеем четверть века удивительный человек Анатолий Бутко. Анатолий Андреевич – полковник медицинской службы в отставке, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач, заслуженный работник культуры Российской Федерации. А еще он председатель Санкт-Петербургского научного общества историков медицины. И может рассказать о каждой из почти полумиллиона единиц хранения, которые вмещают музейные фонды. В этих стенах сосредоточены уникальные материалы, открывающие посетителю историю медицины с древнейших времен и до наших дней. Коллекция нашего музея, она настолько многогранна и настолько интересна, что мы способны делать, в принципе, любую выставку, любую экспозицию по истории нашего Отечества. Для каждого человека здесь найдется свой интересный экспонат. Действуют постоянные выставки, регулярно появляются различные тематические экспозиции. Музей реализует масштабные проекты по всей стране и за ее пределами. Проводит иммерсивные шоу, участвует в ночи музеев и получает статусные награды. Но главная награда для музея и его сотрудников – посетители, которые отзываются о нем с восторгом и уважением. Приходят семьями, приводят сюда детей, чтобы познакомить их с удивительным миром военной медицины и уникальными людьми, которые спасли миллионы жизней. Во-первых, наш музей является хранителем вот таких ценностей. Во-вторых, он несет функцию популяризации, воспитательную работу. Нужно воспитывать и не просто молодое поколение, а нам нужно воспитывать и врачей будущих. Военно-медицинский музей хранит коллекции медицинских музеев Российской империи и Советского Союза. Мастеровой избы, хирургического музея, музея Красного Креста, военно-санитарного музея, музея военно-медицинской службы Красной Армии и других. Его история уникальна. Он научно-практический музей. Он рождался как хранитель технологий, медицинских техник, знаний, умений, навыков. И огромная практическая работа, которая проводилась в музее, она позволила сохранить огромное количество жизней и применять эти практики, и развивать медицинскую науку. Жемчужинами собрания музея являются 300 персональных фондов, выдающихся деятелей отечественной медицины и естествознания. Это персональные фонды Боткина, Сеченова, а также фонд Николая Пирогова, который, по сути, является самостоятельным мемориальным музеем. Именно Николаю Ивановичу Пирогову принадлежат слова, что война – это травматическая эпидемия, и формулировка военно-медицинской доктрины, главный постулат, который гласит, что главное на войне – это не хирургия, а администрация. В фонде Пирогова множество документов, среди которых один выделяется особо. Перед вами находятся действительно уникальные экспонаты, которые представлены в музее Николая Ивановича Пирогова, литографские камни, с которых изготавливались оттиски для известного топографического атласа Николая Ивановича Пирогова. Пирогов создал научное пособие, которое опережало свое время. Однажды Николай Иванович увидел, как мясник разделывает замороженную тушу свиньи, и пришел к мысли, что то же самое можно сделать для изучения человеческого тела. И он осуществляет огромное количество распилов человеческого тела, доводя температуру тела до минус 25 градусов, на что требовалось 2-3 дня. Толщина каждого слоя составляла буквально до сантиметра. Долгое время топографический атлас Пирогова был настоящим руководством для оперирующих хирургов. Замороженный распил прикладывался к разлинованному стеклу, а с этого стекла переносилось изображение на разлинованную бумагу. И таким образом был создан атлас, состоящий из 100 рисунков, 244 таблиц из 4 частей, которые прославил Николая Ивановича на весь мир. Музей обобщил опыт военной медицины, знания и практические навыки участников русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн. Индивидуальный перевязочный пакет, то есть сама помощь, это русско-японская война. То есть мы могли уже оказать друг другу помощь, не прибегая к медикам. Сортировка раненых – русско-турецкая война. Это тоже очень важно. Опыт предков, безусловно, был полезным и помог спасти многие жизни. Но времена менялись. Менялась тактика ведения войны, менялось оружие, а значит и характер травм и ранений. Чтобы построить процесс помощи раненым эффективно, необходимо было быть в курсе того, что происходит на передовой. Когда началась Великая Отечественная война, наши фронтовые бригады поехали на фронты и вплоть до передовой делали зарисовки, собирали медицинские материалы и рассказывали о том, как оказывалась медицинская помощь. То есть они были на поле боя. В состав бригад обязательно входили патолого-анатомы, фотографы и художники. Каждый из них выполнил более ста набросков, находясь в составе фронтовых бригад. Уже позже вернувшихся в музей и мастерских, которые были организованы непосредственно в музее, по своим наброскам они выполняли уже более монументальные, большие монументальные картины и панорамы. Художники детально изобразили работу военно-медицинской службы. Фронтовые будни врачей, медсестер, санитаров, как выносят раненых с поля боя, оказывают первую помощь, оперируют в полевом госпитале. Все это есть в их зарисовках. В коллекции военно-медицинского музея бережно хранятся письма и воспоминания художников о их поездках в составе фронтовых бригад. В виде отчетов они рассказывают о своем быте. Также они отмечают, что о героизме, как о таковом, на фронте не говорят. Его как нечто обычное выполняют. И вот эта тихая, духоподъемная волна сплачивала всех медицинских работников. Руководитель бригады снабжался инструкцией и маршрутом, по которому надо следовать сотрудникам музея. А каждому художнику и фотографу передавалась специальная памятка, в которой говорилось, что именно должен изображать художник. В состав фронтовых бригад также входили походные лаборатории, где работали и трудились медики, сотрудники военно-медицинского музея. Они собирали большое количество препаратов наиболее часто встречающихся ранений. На каждый препарат заполнялся вот такой паспорт, из которого мы узнаем имя убитого бойца, сколько ему было лет, на каком фронте он был ранен, и в каком госпитале, и от чего он скончался. Сегодняшние военные хирурги во многом строят свою работу, опираясь на опыт медиков, трудившихся на фронтах Великой Отечественной. А те, в свою очередь, опирались на опыт великих предшественников, которые обобщил военно-медицинский музей. Здесь мы представляем экспозицию Второй мировой войны, и, соответственно, представляем экспонаты, представляем бытовую жизнь, представляем работу медиков. Многие наработки того времени активно используются в тактической и военной медицине. Великой Отечественной войне было так. Первичный шов на рану это преступление. Почему? Потому что не надо накладывать первичный шов на рану, надо ее там панировать, перевязать и дальше вести. Тогда результаты лучше. Но это все решение принималось на основании обобщения десятков, сотен или тысяч случаев ранений, которые происходили в Великой Отечественной войне. И музей непосредственно, непосредственно. И это я вообще не сделал. Многолетняя работа сотрудников Военно-медицинского музея по сохранению памяти о медиках прошлого была отмечена Государственной премией Российской Федерации. Сегодня военно-медицинский выполняет еще одну важнейшую миссию. Здесь создается будущее российской медицины. Сокровища, хранящиеся в его стенах, помогают готовить лучших врачей, готовых ко всему профессиональных и по-настоящему человечных. Таких, как героические предшественники, вошедшие в историю. В зале русско-японской войны есть письмо генерал-губернатора одной из японских провинций. Один из наших военных врачей, Павел Ирыжков, попал в плен. И он оказывал помощь не только военным, но и местному населению. И вот с благодарностью, с признательностью это письмо попало в том числе и к нам. И оно такое рассказывает вот интересную историю о том, как люди, несмотря на войну, оставались людьми. Будущие врачи знакомятся с примерами абсолютной самоотверженности, гуманизма и бесконечного милосердия. И на этих примерах учатся. Первая мировая война, применение газов. И здесь уже о гуманизме, казалось бы, не стоит и говорить. Но Николай Дмитриевич Зелинский изобретает противогаз, который помогал от разных отравляющих веществ. Николай Дмитриевич Зелинский отказался от патента на это изобретение, чтобы не зарабатывать на человеческой боли. Конечно, самый большой массив информации относится к Великой Отечественной войне. И важно, что здесь собран опыт не только с поля боя, ведь погибали не только на фронте и не только от ран. Это подлинник альбома от Лоса Витаминозов и форма дистрофии человека. Это тот самый настоящий альбом Александра Ивановна Расторгуевой. Александра Расторгуева трудилась в госпиталях Краснознаменного Балтийского флота. Объединив практику лечения своих пациентов, она создала ряд научных работ, которые описывали течение типичных блокадных заболеваний. Это было крайне важно для того, чтобы унифицировать и оптимизировать процесс лечения во всем Ленинграде и на Ленинградском фронте. До блокады Ленинграда дистрофию не рассматривали как отдельное заболевание. Опыт блокады показал, что это действительно заболевание со своими проявлениями, со своими признаками, с типичными симптомами, которые подвергаются лечению и немаловажно смогли найти паттерны лечения такого заболевания. Иллюстрации в этом альбоме выполнены в особой технике. Красками и цветными карандашами для того, чтобы можно было конкретно посмотреть симптомы и то, как выглядели те или иные проявления болезни. Потому что с помощью фотографий, особенно черно-белой и не очень хорошего качества нельзя было все это продемонстрировать. А здесь очень красочно, но в то же время информативно. Благодаря таким работам удавалось принимать срочные меры по профилактике авитаминоза у личного состава воинских частей. Во время войны в условиях тотальной ограниченности ресурсов медики сумели наладить выпуск средств для предотвращения дистрофии авитаминоза цинги. Например, хвойного настоя. Была задача сделать максимально простой метод получения этого настоя и также максимально эффективный. Чтобы количество витамина С, выделяемого из хвойных иголок, было максимальным. И это получилось сделать. Технологию сделали исключительно простой и понятной. Это инструкция 43-го года напечатанной в Ленинграде. Они распространялись в лечебных учреждениях, на различных фронтах. Здесь расписана схема, как его производить, для того, чтобы во всех местах, где необходимы подобные напитки, можно было легко обратиться непосредственно к материалу с разъяснениями, понять, какие процессы происходят. Тот самый хвойный экстракт, спасший несчетное количество жизней, также бережно хранится в музее. Настоящие сокровища военно-медицинского музея – это концентрат хвойного напитка, изначально разработанного в Ленинграде. Впоследствии получившего название «Ленинградский настой», «Ленинградский напиток». Есть здесь экспонаты с виду совсем неприметные и размер у них скромный, но значения они имеют безмерные. Вот здесь находится маленький-маленький кусочек, фрагмент экспозиции, где находится самый-самый ценный экспонат – пенициллин, изобретенный Зинаидой Виссарионовной Ермольевой. Этот препарат, вот этот пенициллин, если его разбавить новокаином или физраствором, то он способен будет оказать помощь пяти раненым со сложенными инфекциями. Когда Сталинград оборонялся от нацистов, враг заражал колодцы с питьевой водой холерой, чтобы спровоцировать смертоносные эпидемию. Но Зинаида Ермольева этому плану помешала. Организовала подземную лабораторию для создания холерного бактериофага для лечения холеры. И это у нее там получилось. Она создала этот холерный бактериофаг, применила его в войсках, применила его среди местного населения. И, в общем-то, этим самым она предотвратила холеру в Сталинграде. В 1942 году была издана книга Ермольевой «Холера». В ней собраны все результаты работы ученого по исследованию холерного вибриона. Все знания, необходимые для борьбы со страшной болезнью. В 1943 году Зинаида Ермольева была удостоена сталинской премии. Премию она отдала государству. На эти деньги для фронта был куплен самолет, который назвали в ее честь. Советские медики боролись не только с холерой. Проводилась активная иммунизация против брюшного ТИФа, столбняка. Во время Великой Отечественной войны применялась и три вакцины, и пентавакцина, и потом была разработана и успешно применялась поливакцина, которая уже надежно защищала от семи наиболее распространенных инфекций. Военная медицина тесно переплетена с гражданской. И в сложные времена этот опыт оказывается спасительным, что еще раз подтвердило пандемия 2020 года. С началом пандемии коронавируса музей начал сбор материалов, относящихся к борьбе с заболеванием. Проект назвали «Артефакты пандемии». Там много фотографий, как военные наши выезжали, эти санитарно-эпидемиологические отряды в Европе работали, дезинфицировали там и улицы, и помещения, и госпитали, и больницы. В военно-медицинском музее богатая коллекция предметов, относящихся к истории борьбы с различными эпидемиями и пандемиями. И она продолжает пополняться. Наследие медицины, которое хранит военно-медицинский музей, оно важно, особенно сейчас, тем, что хоть и первое слово в названии музея идет военный, но все-таки не стоит забывать, что это военно-медицинский музей, музей медицины России и военно-медицинской службы. То есть, прежде всего, мы рассказываем о человеке, о медицине, о спасении. В коллекции музея хранится большое количество витаминизированных препаратов, использующихся во время Великой Отечественной войны. Среди них всем известные нам и по сегодняшний день это витамин D, витамин C, витамин B, а также такие непривычные для нашего современного слуха препараты, как концентраты сухих листьев свеклы и концентрат настоя тростника. Витаминные препараты создавались всего, что было доступно. Врачам требовались средства, способные восполнить дефицит самых разных веществ в организме, потому что лечить надо было тех, кто при жизни прошел через ад. В концентрационных лагерях одной из основных проблем была элементарная дистрофия, также в силу скудного питания были различные формы витаминозов, травмы различного характера от пыток, избиений и инфекционные заболевания. Соответственно, от этих заболеваний в совокупности надо было спасать людей. Маргарита Жилинская, одна из тех, кто спасал жизни бывших узников концлагерей. в 1941 году она добровольцем пошла в действующую армию и была приписана к Ленинградскому фронту, в частности, госпиталью 737, который располагался в Ленинграде на улице Ткачей, и она там лечила бойцов Ленинградского фронта и жителей города. В частности, спасала от элементарной дистрофии. То есть, это такое типичное блокадное заболевание. И приобрела огромный опыт в этом. В 1944 году Маргарита Александровна была назначена начальником терапевтического передвижного полевого госпиталя. Он следовал непосредственно за армией. В какой-то момент была поставлена задача развернуть госпиталь в концлагере Освенцем, что и было сделано. Это деятельность госпиталя в лагере Освенцем затрагивала период весны-лето, 1945 года. За это время непосредственно через этот госпиталь, которым руководила Маргарита Александровна, прошло порядка 700 человек. Опыт, который Маргарита Жилинская получила, выхаживая жителей блокадного Ленинграда, помог в спасении бывших узников нацистских концлагерей, которые находились в крайней стадии истощения. Советский врач смогла отвоевать этих людей у смерти. один из самых главных экспонатов, рассказывающих о деятельности Маргарита Александровны. Это благодарственное письмо от бывших узников концентрационного лагеря с подписями и перечислением стран, откуда они прибыли. Пишут, что больные госпитали, бывшие заключенные немецкого концлагеря Освенцем, который 27 января 1945 года Красная армия освободила, выражают свою искреннюю благодарность начальству и всему штату госпиталя за хороший доброжелательный уход и за дружеское отношение к каждому из них. есть огромное количество подписей, огромное количество стран, Франция, Греция, Италия, Германия, Голландия, Югославия, Австрия, Бельгия, практически вся Европа. Представители всей Европы благодарили. Такими мир запомнил наших медиков, самоотверженно сражающимися за каждую жизнь, несгибаемыми, профессиональными и готовыми помогать всем. Советский медик, спасал всех, несмотря ни на что, несмотря с какой трудностью он сталкивается, в какой бы стране не был гражданином этот человек, все равно ему оказывалась помощь на высочайшем уровне и люди спасались и потом благополучно возвращались в свои страны. Вот в музее Красного Креста небольшая картина написана художником Владимировым. Смотрите оказание помощи на медицинском пункте. Ну, картина и картина. Владимиров писал, делал как бы зарисовки во время войны. А если вы присмотритесь к этой картины, что пишет Владимиров? Стоит медсестра, оказывает помощь нашему казак, по-моему, там стоит, а дальше кто стоит? Живая очередь, а в живую очередь следующий стоит, немец, пленный стоит, то есть в живой очереди оказывается помощь, и дальше опять казак стоит, то есть помощь оказывается в соответствии с нормами международного гуманитарного права. И одновременно вы можете в другой части экспозиции увидеть расстрел в Калище, когда австрийцы расстреливают медсестер, санитарный обоз. Это тоже правда. Это того времени. За годы Великой Отечественной войны через руки медиков прошло около 20 миллионов пациентов. При этом 72% раненых и 90% больных бойцов врачи возвращали в строй. И помогала в этом вся страна во имя будущего. Кровь, которую сдавали в блокадном Ленинграде, более четверти крови поступило не только на Ленинградский фронт, но и другие фронты, в то время как, вы помните, 125 блокадных грамм. и у нас есть письма, которые лежат на экспозиции тех сотрудников, тех жителей Ленинграда, которые, несмотря на все трудности, просили, чтобы им позволили сдать эту кровь. Здесь же лежит письмо красноармейца, который благодарит за то, что ему перелили эту кровь. И вот мой дед, он был ранен в августе 42-го года под Ржевом, он лишился ноги, но ему перелили кровь, и да, он уже не смог воевать, но он пришел домой, и благодаря вот тому, что он все-таки был взращен в строй, он вернулся домой, да, родилась моя мама, и есть я, и таких историй, мне кажется, очень много. Труд научных сотрудников музея, которые прошли всю войну бок о бок с военными медиками, в 1946 году по решению председателя Совета Министров СССР Иосифа Сталина был приравнен к труду научных сотрудников Академии Медицинских Наук. Академия Медицинских Наук появилась в 1944 году, через два года после создания музея, потому что когда музей накопил опыт, потребовалось его серьезное обобщение, не только сотрудниками музея, но и элитой советской медицины была создана Академия Медицинских Наук. Так воплотилась идея Петра I, который в свое время, в 1714 году, побывав в передовых то время странах Голландии, в Англии, создал кунсткамеру для изучения солдата будущего, мы бы сегодня сказали. Позднее на базе кунсткамеры была создана Российская Академия Наук, которую возглавил лейб-медик Петра I, Блюментрост. Тогда на это понадобилось около 10 лет. На создание Академии Медицинских Наук ушло всего два года. И еще шесть лет на то, чтобы проанализировать и систематизировать всю собранную сотрудниками Военно-медицинского музея информацию. Здесь хранились и хранятся истории болезни на практически каждого участника Великой Отечественной войны, которые прошли на полях сражений. И поистине музей стал научно-исследовательским учреждением. Музей создал архив, архив военно-медицинских документов. Это более 60 миллионов единиц хранения. Это 15 километров стеллажей. За это время музей успел из Москвы переехать в Ленинград. Это тоже было непростое решение. Полное снятие блокады произошло всего лишь год. И Ленинград был, в общем-то, частично разрушен. И вот сюда, на Витебский и Московский вокзалы приходили военно-санитарные поезда с наработанными материалами за время Великой Отечественной войны, которые пополнили фонды музея, в это же время происходит ремонт здания бывшего госпиталя Семеновского полка, одного из лучших дореволюционных лечебных заведений России. Переезд в северную столицу ни на минуту не остановил работу музея. Сотрудники продолжали по крупицам собирать истории спасения миллионов солдат, узников концлагерей, блокадников и всех тех, на чью долю выпала Великая Отечественная. Те документы, которые пришли из госпиталей, то есть это и карточки военнослужащих, раненых, истории болезней, и надо сказать, что вот это же все еще и статистически обрабатывалось и это было очень важно, потому что статистика может как раз показать, где плюс, а где минус лечения. Ну, подобного не знала история мира и до сих пор собственно даже при нашей компьютеризации сложно в это поверить, в такую скорость передачи информации, описания, изложения, изучения информации. В работе участвовали более полутора тысяч человек. Результатом стало уникальное издание. Его тираж фантастический, даже по нынешним временам полмиллиона экземпляров. Вот 35-томное издание о подсоветской медицины в Великой Отечественной войне. Оно находится в фондах нашего музея. Это уникальный труд, который был подготовлен коллективом более чем из 1700 человек. Основу труда составила работа, собранная фронтовыми бригадами военно-медицинского музея в годы Великой Отечественной войны. Информация, собранная фронтовыми бригадами, была нужна миллионам людей. За помощью в музей обращались со всех концов страны. после Великой Отечественной войны музей выжил тем, что он был нужен государству и людям. Государство и людям как был нужен? Архивно-справочная работа велась в музее, это же надо было каждому ветерану найти, где он был ранен, как был ранен. На основании этого выдавалась справка, он получал льготы, он имел возможность улучшить жилищные условия. И вполне естественно, что когда пришла пора, а это 60-е, 70-е, и уж тем более 80-е, 90-е годы, когда вот эти документы стали основанием для выплат социального характера, то, конечно же, потянулись родственники. Но и в 21-м веке интерес к этой информации не ослабевает. Теперь в музей стремятся те, кто хочет восстановить свою родословную и узнать о судьбе предков. Военно-медицинский музей за время существования решил государственные задачи. Это первая задача была, это обобщил опыт советских медицины Великой Отечественной Войны. Вторая задача, это сохранил, собрал коллекции первых медицинских музеев Российской империи и Советского Союза. Третья задача, это персональные фонды. Собрал более 300 персональных фондов видных деятелей российской и советской медицины. Сотрудники музея говорят, в музейных фондах буквально хранится фенотип советского человека. Что такое фенотип? Это вот как устроен человек, как мы можем узнать, как был устроен человек 20, 30, 40, 50 лет назад. Только по картинам, по одежде в музеях. А это целый фенотип. Это же все данные анализов, данные антропометрии. То есть фенотип советского или российского человека в музее сохранил. Сотрудники видят свою миссию в том, чтобы донести мысль о хрупкости и ценности человеческой жизни и знания о том, как сохранить свое здоровье до как можно большего числа людей. Наша задача продолжать дело наших отцов дедов, нести доброе вечное в массы, потому что даже здесь в музее есть вывеска, что медицина это самое гуманное искусство в мире. Также можно сказать, что это самая добрая вечная профессия, потому что она дает жизнь. По материалам, хранящимся в музее, медики пишут диссертации. Дети приходят сюда и узнают о том, как вырасти здоровыми и сильными. А кто знает, сколько молодых людей этот музей вдохновил пойти в медицину и скольких еще вдохновит? Дело в том, что мы стараемся не напугать посетителя, не как-то его шокировать, а возможно как-то подготовить возможно наши юные посетители в дальнейшем изберут профессию врача. На музейном представлении мы пытаемся показать, с чем врачи могут столкнуться, пытаемся рассказать о том, что анатомия это действительно важно для будущего врача. Музей медицины России и военно-медицинской службы это музей не про войну, а про ценность жизни и уважение к жизни своей и чужой здесь стремятся воспитать в самом раннем возрасте. Мы начинаем работать с посетителями с трех лет, потому что известно, что лучше предупредить заболевание, нежели его потом лечить. И поэтому мы прививаем навыки здорового образа жизни малышам, которые потом распространят его в своих семьях и, может быть, своим детям. А мы стараемся не заигрывать, но играть с нашими посетителями для того, чтобы рассказать какие-то серьезные вещи в игровой манере. Медицина сопровождает нас от момента рождения до последнего дыхания. Она всеобъемлюща. Изучать ее и узнавать что-то новое можно бесконечно. Музей медицины России и военно-медицинской службы, наверное, лучшее место, где это можно сделать. И не важно, сколько вам лет и чего вы хотите. Пощекотать себе нервы в анатомическом театре или узнать, как питаются космонавты. Объяснить малышу, зачем мыть руки или написать научную работу. В этом музее вы точно найдете то, что вам нужно. Его сотрудники станут вашими проводниками в удивительный мир медицины. В мир спасения жизни. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok